но сегодня солнечная погода но очень холодно так выглядят в швейцарии небольших деревнях социальные службы и майнды они находятся в центре там находится или пожарная в этом же здании здесь обязательно пожарные в любом селе потому что они все топят печки дровами осень уже добралась и в швейцарию люди убирают все свои огороды но все равно какая-то вот сказочность осталась как они любят розы клумбы вот эти все все это по-прежнему ощущается хоть и листьев уже на деревьях не так много и ничего не цветет здесь очень любят птиц и часто можно в любом дворе увидеть вот такие домики просто клумба дом обычный ничего примечательного и птичий дом я сейчас иду в центр деревни к озеру где расположена фирма юг керхов многие люди уже начали украшать свои дома готовясь к новому году здесь любят живые еле украшать веточки сосен у них нету так выглядит в атале церковь местная ее тоже уже украшают готовятся к рождества они не празднуют новый год празднуют рождество дом в 1944 года они стараются беречь старое ремонтируют восстанавливают продолжают жить так выглядит бизнес юг керхов это одно из зданий их кафе ресторанов во главе этой сети очень старый дедушка с бабушкой но они очень все так продумано делают на волне своей украшаются очередное здание кафе и у керхов с панорамными окнами с той стороны видно озеро все в старинном стиле вот так уже они делают готовятся к рождеству везде ставят елки это не живые вернее елки живые но они просто прикопанные к земле это еще одно здание кафе юг керхов можно кушать на улице но сейчас они все убрали здесь так как холодно с той стороны очень красиво они делают специальные зоны для фотосессий вечером здесь вообще очень будет красиво это их магазин в котором они продают продукцию выращенную на своих полях на них работает очень много людей все продумано интересно так магазины у них самообслуживание можно зайти купить оставить деньги и пойти на таком принципе все у них устроено на доверие в ту сторону сдают велосипеды для проката так как еще снега здесь нету то еще можно покататься так у них выглядит живой уголок для животных это просто мостик по которому можно перейти и там лежит живой живая овечка или барашек с той стороны выгул для них здесь кролики дети могут ходить играться очень интересная методика посадки деревьев деревья садятся очень близко меньше чем полметра друг возле друга и это яблоки бизнес Юкерхоф расположен на склонах горы и специально делаются прогулочные дорожки, тропинки чтобы люди здесь могли погулять а со всех сторон у них растут их плантации деревьев, виноградников с которых они собирают урожай и продают на той стороне озера уже Пфафикон другой город хотела немного рассказать за швейцарские семьи и их бизнес вот мне все время интересно как они так из поколения в поколение заинтересовывают своих детей внуков, правнуков чтобы все занимались одним и тем же бизнесом и помогали его развивать конечно во главе стоят старые люди но всевозможные идеи помощь и так далее оказывают все поколения и при этом здесь даже если тебе под 90 лет и ты владеешь этим бизнесом это не значит что ты просто сидишь и руководишь чаще всего здесь в любом возрасте и на тракторе ездят перепахивают и траву скашивают это не значит если ты директор ты просто сидишь и руководишь в пиджаке и галстуке здесь директора вникают на каждом уровне в процессы и из-за этого конечно их бизнес развивается и приносит успех сегодня солнечная погода и прям видны заснеженные горы высокие обычно когда пасмурно не видно все те же поля деревьев и у керхов летом они их накрывают вот этим черным агроволокном и все удобрения у них био нехимические чтобы не загрязнять ни почву ни урожай вода конечно в озере идеально чистая прозрачная также у фирмы юкерхов вот эти все берега они на лето обустраивают для того чтобы туристы могли приезжать отдыхать здесь обедать в их кафе участвовать в их мероприятиях покупать продукты в их магазинах наверху выращены на их полях и чем-то плюс завлекать сюда туристов туристов завлекает пляж озеро здесь обычно летом очень много людей тоже есть люди которые купаются здесь в озере круглый год моржуют для них обустроены раздевалки переодевалки туалет если вы любите природу свежий воздух то вам понравится жизнь в деревнях швейцарии кстати хотела рассказать про то как они заботятся о своей экологии вот у них в каждом доме много разного мусора есть но чтоб вывести его это целая история например выставляют велотренажер его местные никто чаще всего брать не хочет пишут и так далее не хотят его брать из-за того что потом его очень тяжело и дорого сдать на мусор то есть утилизация такого мусора здесь очень дорогая и вот в печках которых они топят для отопления дома топят дровами нельзя ни в коем случае сжигать никакой мусор потому что пепел с этих печек они используют для удобрения огородов и вплоть до того что полиция может проверить чем вы удобряете землю что в составе ни в коем случае не должно быть никакого пластика пакетов целлофановых и так далее сжигать в этих печах нельзя местная природа нравится и собакам тяжело ее словить чтоб красиво видеть вот так тут выращивают чернику целые поля в специальных ящиках с капельным поливом очень необычно для детей они только делают вот такие сеновалы на которых можно поваляться порадоваться немножко жизни даже собаке интересно посмотреть что там происходит мне кажется моя собака нашла место себе на солнышке обе где вкусняшки все те все твои вкусняшки нету тут сеновали вкусняшки так вот мы развлекаемся на сеновале вид сверху озеро с горы здесь делают лавочки для людей чтоб можно было посидеть отдыхать все те же поля и у керхов немного заснеженные горы все до рима у до лев у до 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 На заднем плане можно встать в эту арку, и будет видно и озеро, и тебя. Это если есть кому сфотографировать. Мослики и мошадки, но нельзя. Вот так красиво видны горы, люди уже отдыхают, уже начался горнолыжный сезон в горах. Лес уже тоже, листья опали, такая погода. Собаку закрыли в багажнике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова